МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные. Не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Государственный флаг. История сегодняшний день народа. В Гомеле состоялось торжественное открытие флагштока. Без барьеров и переград создание благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями обсудили на заседании облсовета. Строим новую квартиру. Благодаря досрочному использованию семейного капитала тысячи многодетных семей смогли решить жилищные проблемы. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В Гомеле состоялась торжественная церемония открытия флагштока государственного флага Республики Беларусь. Также в рамках церемонии чествовали победители, которые достигли наилучших показателей по итогам работы за 2019 год и занесены на доску почета Гомельской области. Участниками мероприятия стали представители всех районов области. Все подробности далее в сюжете. Торжественная церемония начинается у мемориала «Вечный огонь». По большому счету, это дань уважения поколению, отстоявшему свободу и независимость Родины в тяжелый час. Часто ценой собственной жизни. Именно здесь впервые разворачивается государственный флаг Республики Беларусь размером 6 на 12 метров. Символ суверенитета и свободы. Сильной, процветающей и безопасной Беларуси. По главному проспекту Гомеля колонна направляется на площадь Ленина, где установлен 60-метровый флагшток. Впервые в Беларуси площадь государственного флага открылась в Минске в 2013 году. Гомель стал вторым городом в республике и первым в нашей области, где есть такое сооружение. Каждый человек хочет жить в красивом месте. И наш город, город Гомель, по праву славится своей красотой, своим уютом. И сегодняшнее мероприятие, поднятие государственного флага над площадью нашего города, это замечательное событие. Поэтому сегодня мне хочется пожелать всем гостям и жителям нашего города, чтобы на этой замечательной площадью, под этим флагом, чтобы этот флаг стал местом встреч для многих людей. Пусть люди встречаются, объединяются. Государственный флаг – это история и будущее белорусского народа. Воплощение идеи национального единства – важнейший атрибут суверенитета и независимости отечества. 14 мая 1995 года на всенародном референдуме 70% населения поддержали решение об изменении тогдашних атрибутов. Так у Беларуси появился современный флаг. Его символические цвета отражают надежду людей на процветание, мир и добро. Красный – знак солнца. Это символ победы и счастливой жизни. Зеленый – цвет природы и развития. Белый цвет означает гостеприимство и доброту белорусского народа. Теперь у этого флагштока в Гомеле будут проходить самые значимые общественно-политические события. И самое первое – чествование победителей, добившихся лучших результатов в 2019 году. По моему глубокому убеждению, вполне символично, что сегодня фотографии и данные лучших людей Гомельской области, которые размещены на доске почета Гомельской области, они находятся под нашим государственным флагом. И я счастлив, что мне сегодня довелось участвовать в данном мероприятии. Лучший район с населением более 80 тысяч человек – Мозырьский. Кстати, на открытой областной доске почета еще 10 предприятий и организаций этого района. Таких достижений больше нет ни в одном регионе. Я думаю, что чуткое отношение руководителя к своему трудовому коллективу и ясность поставленных задач позволяют району из года в год улучшать свои финансово-экономические показатели. Ну и, конечно же, результаты работы всего трудового коллектива. Поэтому в копилке достижений района – это работа каждого человека. Лучшие организации лесного хозяйства – здравоохранение, образование, медицины, культуры. Чтобы попасть на областную доску почета, нужно не только стабильно работать, но и быть действительно лучшим. И ими могут гордиться не только коллективы-победители, но и вся гомельщина. Олег Сентюров, Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. На этой неделе в регионе вновь вернулись к вопросу создания безбарьерной среды. За последние годы сделано действительно много, однако и впереди работы еще хватает. Пожалуй, самый проблемный момент – создание соответствующих условий в помещениях, где проживают люди с ограниченными возможностями. Наши корреспонденты поинтересовались перспективами развития безбарьерной среды. Создание безбарьерной среды в жилых домах действительно значительная проблема. Некоторые инвалиды, особенно проживающие на верхних этажах старых многоэтажек, не покидают свои квартиры годами. Заехать на коляске в узкий лифт сложно, а преодолеть несколько ступенек с первого этажа до крыльца без посторонней помощи вообще невозможно. Кое-где установлены специальные устройства, однако полностью решить проблему безбарьерной среды в жилых домах получится, вероятно, только к 2025 году, когда в регионе завершится реализация разработанного плана графика. Мы сейчас уже начали строительство таких домов, где лифт опускается на минус один. То есть убираются вот этих пять ступенек, которые невозможно преодолеть, скажем так, самостоятельно колясочнику. И такие дома уже в Гомельской области устроятся, и будут, чтобы минимизировать, скажем, перепад с улицы, с тротуара. Он беспрепятственно заезжает, скажем так, нулевой этот цикл, минус один, а там уже будет лифт, и дальше поднимаемся на любой этаж. Первое, это что должны быть созданы условия беспрепятственного выхода каждого, любого человека из своего квартиры, из своего дома. Если этот дом многоэтажный где-то, потому что все остальное, что будет делаться, оно практически останется невостребованным. То есть, первое, человек должен самостоятельно выйти из дома, беспрепятственно передвигаться по дворовой территории, опять же, беспрепятственно воспользоваться остановкой общественного транспорта и самим общественным транспортом. То есть, вот возможность добраться до любой точки в населенном пункте нашем. Поэтому это должен быть комплексный, обязательно подход. Если мы в городе закупим достаточное количество автобусов, троллейбусов, но людям не будет возможности добраться и воспользоваться им, к чему тогда это нужно. Областное объединение инвалидов-спинальников в вопросах создания безбарьерной среды активно сотрудничает с будущими архитекторами, а пока еще студентами Белорусского государственного университета транспорта. В этом году даже провели совместный конкурс «Город без барьеров». Причем студенты предлагали проекты с привязкой к конкретным местам. Инклюзивный пляж на Гомельском озере Роповском может быть обустроен уже в следующем году. По крайней мере, на Гомельщине ничего подобного еще никто не предлагал. Изучать нам пришлось много чего, потому что это такой первый опыт. То есть в основном архитектура здания у нас идет, а это пляж. Поэтому нужно было много чего узнавать, много смотреть дополнительной информации в источниках, в интернете особенно. Пляж разделяется на несколько зон. Часть пляжа, ближе к которой располагается к спасательному пункту, она по проекту была предложена отделить ее для инвалидов, для лиц физически ослабленных. Там специально предусмотрены площадки, огражденные перилами, и позволяющие физически ослабленным лицам беспрепятственно на колясках спускаться в воду и дальше опускаться для плавания. Сегодня в областном объединении инвалидов-спинальников предлагают сделать сотрудничество с Белгутом еще более тесным. В частности, студенты могли бы писать курсовые и дипломные работы по конкретным темам. Предлагаемые и детально проработанные проекты по созданию безбарьерной среды в последующем могли бы реализоваться на практике. Подготовкой таких специалистов занимается наш Белгут, факультет промышленно-гражданского строительства. Мы вместе с ними уже в течение нескольких лет проводим такие рабочие встречи со студенческой молодежью, уроки доброты. И я считаю, что это дает уже хороший результат. Уже многие ребята, которые пришли на производство, они уже не понаслышке знают, что такое безбарьерная среда. Вообще сегодня идеи создания безбарьерной среды возведены в ранг государственной политики. 74-я Гомельская школа открылась 1 сентября этого года. Создание соответствующих условий для людей с ограниченными возможностями здесь было предусмотрено изначально. Не только для учащихся, но и для их родителей. Таксильная плитка, пандусы, внутренний и наружный лифты. Кроме того, школа оснащена примерно 20 камерами наружного и 7-10 внутреннего наблюдения. Это позволяет не только поддерживать дисциплину, но и прийти на помощь человеку, если он оказался в сложной ситуации. В школе имеются лифты с 1 по 4 этаж. Также имеется лифтовая база в 5 блоке. То есть, если ребенок приехал, то мы ему можем прямо с нулевого этажа, с сокольного поднять на тот этаж, который необходим для него дальнейшего развития. Также в школе предусмотрены кабинеты и наработана база для обучения данных учащихся. Что касается общественного транспорта, то сейчас около 40% подвижного состава составляют так называемые низкопольные автобусы и троллейбусы. Причем работают они не только на городских маршрутах. В плане создания безбарьерной среды к транспортной инфраструктуре сегодня особое требование. При благоустройстве дорог, улиц также предусматриваем понижение бордюра, обозначение перед перекростками, перед поворотами, чтобы эти люди могли беспрепятственно двигаться по нашему городу, по нашим городам Гуменской области. Для более эффективного решения возникающих вопросов при формировании местных бюджетов на следующий финансовый год предлагается обязательно предусматривать в них средства на создание безбарьерной среды. Вообще предметно заниматься этими вопросами в Беларуси начали в прошлом десятилетии. За это время сделано многое. Однако при этом определился ряд проблем, решение которых требует дополнительных затрат. В некоторых социальных учреждениях, например, те же двери делали настолько узкими, что через них невозможно было проехать в обычной инвалидной коляске. Кроме того, на ряде объектов создание безбарьерной среды часто ограничивается пандусами и не всегда безопасными даже для здоровых людей. В отдельных случаях недостаточное финансирование, а в некоторых случаях и просто недостаточное внимание специалистов или руководителей, которые должны этим вопросом заниматься вплотную. Понять, в первую очередь, необходимость этого обустройства и в конечном итоге делать. Скажу откровенно, что в любой ситуации, в любом здании, в любом случае можно найти выход из сложившейся ситуации и обеспечить доступ к маломобильной группе. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях, уходящих в 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Первая в Беларуси бумажная фабрика в Дубруше отметила юбилей. 150 лет назад генерал-адъютант Федор Паскевич осуществил замысел своего отца, пригласив российских и иностранных специалистов, основал завод древесной массы. В 1872 году завод перепрофилировался в пищебумажную фабрику, которая двумя английскими бумагоделательными машинами производила 180 пудов бумаги в сутки. Тогда это была одна из лучших фабрик Российской империи. Сегодня здесь производится около 130 тонн бумаги в сутки. Выпускается более 100 наименований изделий. Здесь реализуется и один из важнейших инвестиционных проектов в стране – производство мелованных и немелованных видов картона, аналогов которому нет на постсоветском пространстве. Сегодня в Беларуси отмечается День работников леса. Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло на базе Мозорского драматического театра имени Мележа. Наряду с многочисленными поздравлениями участникам мероприятия были вручены почетные грамоты республиканского и областного значения. Кстати, в этот день в Мозоре открыли завод по производству топливных пилет. Его строительство стало одним из этапов выполнения поручения президента Беларуси по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны. Речь идет о вовлечении в хозяйственный оборот низкокачественной древесины, пригодной для производства щепы и топливных пилет. На производстве неликвидное низкосортное сырье превращают в высокорентабельную продукцию. Законность, культура, честность и неподкупность – их главное оружие. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники таможни. В преддверии этого дня 12 молодых работников Гомельской таможни присягнули на верность Республике Беларусь и ее народу. Торжественное мероприятие прошло в помещении музейной экспозиции Гомельской таможни. Улучшить жилищные условия, получить образование или пройти лечение. С начала года досрочно воспользоваться семейным капиталом решили более трех тысяч многодетных семей. Это около 20% от всех, кому он был назначен в Гомельской области. Более 90% семей нуждались в решении жилищных вопросов. По 4% – в платном обучении или лечении. Марина Северьянова пообщалась с семьей, которая благодаря досрочной капитализации смогла разобраться со своими жизненными сложностями. Около барака на проезжей нас встречает Татьяна с годовалым Тимофеем на руках. Он младше из пяти детей в гомельской семье Кочегуров. У Татьяны и Владимира, кстати, есть даже внук. Всего на полгода младше Тимофея. Это сын Настя, старшая дочка с мужем и ребенком живут в этом же бараке. В арендной квартире прямо над родительской. У самих Кочегуров собственные метры. Жилье досталось от родителей. Но в шестером в двушке жить тесновато. А дополнительно претендовать семья могла только на однокомнатную квартиру. На большее не хватило бы денег. А потом родился Тимофей. И Татьяна оформила необходимые документы для получения семейного капитала. Когда с начала этого года стало возможным пользоваться средствами, а это около 10 тысяч долларов, не дожидаясь по 17-летия ребенка, Кочегурам позвонили из отдела жилищной политики администрации железнодорожного района. Предложили подумать о покупке трехкомнатной квартиры и предоставили несколько на выбор. Звонят нам из жилищной политики. Подойдите, пожалуйста, есть разговор. Я был тем временем на работе. Жена пошла, узнала, что можно трехкомнатную квартиру получить. И ей говорят, вы трешку не хотите взять? Жена говорит, мы не потянем своими силами, мы сделать этого просто не сможем. Они говорят, сможете? Вышел указ буквально месяц назад о использовании семейного капитала в плане жилья. И она мне звонит, говорит, Вова, ты не поверишь. Я говорю, ну рассказывай. И она говорит, можно использовать семейный капитал в жилище. И нам выходит трехкомнатная квартира. Я не поверил, но мы поехали в райисполком. Нам действительно, нам дали на выбор. Дом на Федюнинского обещают сдать в этом году. Стоимость квартиры Кочегуров около 60 тысяч рублей. Примерно 50 тысяч – это субсидия по 240 указу, которую полностью погасит государство. 10 тысяч – семейный капитал. Мы обратились в Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома с просьбой подробно рассказать о возможности досрочного получения семейного капитала. Можно реализовать досрочное средство семейного капитала на строительство, реконструкцию или приобретение жилья. На погашение кредитов, которые были выданы на эти же цели. И процентов по погашению этих кредитов. Но эта норма применяется только в отношении тех семей, которые состоят на учете улучшения жилищных условий, либо состояли на таком учете на дату заключения кредитного договора. Также досрочно использовать средства семейного капитала можно на получение платного образования членам семьи в государственных учреждениях образования. И третье направление, на которое досрочно можно использовать средства семейного капитала – это оказание услуг, медицинских услуг. В случае, если члену семьи требуются сложные высокотелохонологические вмешательства по заключению органов, по заключению ВКК. Это в сфере кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии. Можно также использовать средства семейного капитала и на оказание определенного ряда стоматологических услуг. До 2020 года размер семейного капитала составлял 10 тысяч долларов. С начала нынешнего – 22,5 тысячи рублей. С 2021 года эта сумма будет индексироваться с учетом роста потребительских цен. Всего за пять лет действия долгосрочной программы поддержки многодетных семей в нашем регионе было открыто почти 15 тысяч депозитных счетов. По указу президента, программа семейного капитала продлена до конца 2024 года. Марина Северьянова, Валерий Гопанько. Новости недели. Агроэкотуризм признан Всемирной туристической организацией наиболее динамично развивающимся сектором мирового туристического рынка. Это заметно и на примере Беларуси. Эксперты подчеркивают, успешнее всего те регионы, где помимо условий для проживания и отдыха, созданы полноценные кластеры из туробъектов, которые способны задержать гостя как можно дольше. К примеру, открытый в этом году народный мемориальный комплекс «АЛА». Как его создание повлияло на приток туристов в Светлогорский район и что это дало всей индустрии. Обсудим в нашем традиционном воскресном интервью. Ирина Васильевна, в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, в Светлогорском районе открылся мемориальный комплекс «АЛА». Об этом мы неоднократно уже рассказывали в эфире программы. И все-таки, чем уникален комплекс? Вы знаете, мы действительно много рассказывали об Оле, а кто вот нибудь знает вот Хатынь, да? То есть ее знают все, что это в Логойском районе. Комплекс «АЛА» — это 12 Хатыний. Произошло вот это вот чудовищная жертва людей, это 12 Хатыни. 1 758 человек погибли 14 января 1944 года, когда зашли туда немецко-фашистские каратели. 950 из них дети. Цифра сумасшедшая. Сегодня можно об этом думать и не осознавать. Когда приезжаем и смотрим, и читаем имена на выбитых плитах, выбитые на плитах, это чудовищно. Мало кто остается сегодня без эмоций. Действительно, место атмосферное. Несмотря на то, что не так давно открылось, посетителей меньше не становится? Нет, посетителей меньше не становится и, на мой взгляд, их не станет. Очень хорошо сказал Александр Григорьевич Лукашенко 21 июня на открытии мемориального комплекса. А сказал он, пусть приезжают, цитирую, и смотрят все, как крепок дух белорусского народа. Пока мы помним, у нас есть будущее. Поэтому там, побывав один раз, люди возвращаются с семьями, с детьми и проходят это еще раз. Будучи там, мы проживаем всю боль. Вы знаете, сегодня говоря о том, что это только лес Светлогорские гости, нет. Рядом находится у нас санаторий «Серебряные ключи», который сегодня активно продает свои путевки. На сегодняшний день, конечно, проблема у нас с пандемией, с этими мероприятиями, именно я имею в виду иностранных граждан. Но сегодня вся республика отдыхает в санатории. И сегодня пошел по пути главный район санатория о том, что мы включили это в культурную их программу, посещение этого комплекса. Организовываем очень много массовых мероприятий по своей линии, как отделы и по линии, как исполком. Буквально вот 3 июня, в день независимости Республики Беларусь, там прошел очень большой активный молодежный велопробег. И подумать только в выходной день, некуда припарковать свою машину. То есть мы понимаем о том, что сегодня это востребовано. И на районе пошли тем путем, что думают вводить туда экскурсовода. Сегодня это очень важно, чтобы люди правильно понимали эту историю, которую мы сегодня действительно помнить должны. Скажем прямо, сегодня, я думаю, для многих мы сделали хорошую подсказку в плане тура выходного дня. Действительно стоит съездить с семьей для того, чтобы посмотреть лично, задуматься и побывать там. Вот что кроме, спросят зрители сейчас, где остановиться, где перекусить, что посмотреть еще? Насколько развита туристическая отрасль сегодня в районе? Туристическая отрасль в районе у нас развивается. Мы каждый раз все время совершенствуемся. На сегодняшний день у нас 12 пунктов питания под разные сервисы, кошелек, 4 места проживания. В том числе у нас санаторий рядом «Серебряные ключи», в котором вы можете приехать получить тур выходного дня путевку и там же и в комплексе получить питание и проживание. У нас очень много исторических мест. Багратион, памятный знак. Музей боевой славы. Музей боевой славы филиалов в Черковичах, где собрана вся военная история. Картина галерея. Смотря на какую цель, нацелен гость. Он хочет посмотреть или отдохнуть на агроусадьбе. Мы предлагаем охоту, рыбалку, лесной домик, прокатка катамаранов, сплав по реке. Как, кстати, с агробизнесом у вас? Агробизнес, как я уже говорила, 8 агроусадеб. И каждый имеет свою изюминку и свое направление. Поэтому каждая агроусадьба уникальна. Кто-то подрассчитан под обычный спокойный сельский отдых, посмотреть на корову и полежать на лежаке. Кто-то хочет у нас сегодня половить рыбку, поудачить, посидеть с друзьями. А кто-то хочет комфорта. Сегодня и сервиса. В любом случае нам нужно ориентироваться на людей с разными предпочтениями. Ирина Васильевна, спасибо за это интервью. Будем рассматривать его как приглашение в Светлогорский район зрителей Беларусь-4. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Ежегодно 15 сентября в нашей стране отмечается День библиотек. Дата приурочена ко дню основания главного книгохранилища Беларуси – Национальной библиотеки. К празднованию присоединяются все подобные учреждения страны и готовят для гостей насыщенные программы. В Гомеле главными площадками праздника традиционно стали Ленинка и Герценко. Чем удивляли и радовали горожан библиотеки области, подробнее об этом и других культурных событиях региона, расскажет Анна Корольчук. В День библиотек Гомельская Ленинка традиционно проводила Библия Ночь. Это восьмое подобное мероприятие на счету главной библиотеки региона. Конечно, в эпидемиологических условиях праздник вызвал вопросы, однако и в этот раз собрал достаточно гостей. Открытие Библия Ночи висит на карточке вечера, яркая и запоминающаяся. На этот раз артисты Народного театра Грачи предстали в образах писателей-юбиляров Агаты Кристи, Ганса Христиана Андерсона и Рея Брэдбери. У праздника не было единой тематики, площадок было множество. Юридический клуб, экспозиция Музея редкой книги и презентация книг гомельских интеллектуалов Юрия Плескачевского и Ивана Штейнера. Не осталось в стране от празднования и Центральная городская библиотека имени Герцена. Здесь открылась выставка воспитанников Гомельского художественного училища «Тетрис». В экспозицию также вошла картина их педагога Сергея Гнатенко, члена Белорусского союза художников. Далее в программе была презентация книги Александра Некрашевича «История Гомеля и земель его окружающих. От древности до наших дней». Новое издание с десяти глав охватывает историю областного центра от раннего палеолита до времен ВКЛ, Речи Посполитой, Золотого века процветания при Паскевичах и до наших дней. Завершился праздник открытием выставки картин Норика Саребекяна «Камень преткновения». Основу экспозиции составило 20 полотен, созданных в этом году. Цветы, поздравления и овации. На этой неделе Гомельский областной драматический театр открыл новый 82-й сезон. Гостей пригласили на постановку знаменитого Вишневого сада Чехова. Этот спектакль – последний из четырех премьер прошлого сезона. По традиции, в начале вечера на сцену вышел весь коллектив театра, чтобы поприветствовать долгожданных зрителей. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь учреждения, и артисты соскучились по публике. Кстати, к этому сезону они уже подготовили кое-что новое. 23 сентября артисты представят черную комедию «Цианистый калий с молоком или без» по пьесе испанского драматурга Алонса Мильяда. Наполненным залом после долгого перерыва встречали артистов и в Гомельском цирке. Новый сезон там открылся международной программой «Цирк больших звезд». Более двух часов зрители удивляли и радовали артисты из США, России, Украины, Осетии и Узбекистана. Своё мастерство демонстрировали акробаты, жонглеры и иллюзионисты. На арене выступили забавные обезьянки и верблюды, а также джигиты Осетии с потрясающими трюками. На протяжении выступления гостей развлекал комический дуэт из Лас-Вегаса, клаб «Белла» и «Алекс Шер». В гости к нам приехал и давний друг Гомельского цирка, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, силач Фахрединах Назаров. Не забыли в цирке и о безопасности посетителей. Увеличили количество влажных уборок и обработки поверхности. В холле установили диспенсеры с дезинфицирующими средствами. В перерывах между выступлениями помещение проветривается. Программу «Цирк больших звезд» можно увидеть до 18 октября. Обзор для вас готовили Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Валерий Габанько. И помните, любая культура начинается прежде всего с самого человека. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.